Мочекаменная болезнь у кошек это одна из самых распространенных патологий мочевыделительной системы. Она может развиться как у животного начиная с 6 месяцев, так и может быть диагностирована в возрасте 10 лет. Это проблема обмена веществ, нарушенного обмена веществ. Как правило, это генетически наследуемое заболевание и может мочекаменная болезнь состоит из нескольких подтипов, то есть бывают разные виды песка по факту. Одни из этих видов песка они растворимы, другие, к сожалению, нерастворимы и соответственно от этого зависит лечение мочекаменной болезни. Для вас, как для владельцев, самое главное понимать, что если вы увидели какое-то нарушение в акте мочеиспускания у кошки, то есть это может быть, например, что животное очень часто присаживается на лоток или, например, раньше ваш кот писал и сразу выбегал из лотка, а сейчас он долго сидит на лотке, то это вас должно, естественно, насторожить. Также, если вы видите примеси крови или даже вообще иного цвета моча, бывает тоже у животных, то это тоже вас должно насторожить. И первонаперво вы, естественно, должны обратиться к ветеринарному врачу и желательно сразу с собой принести порцию анализа мочи, потому что это максимально информативно для постановки диагноза мочекаменной болезни. Общий анализ мочи максимально информативен для диагностики мочекаменной болезни. Чтобы записаться к врачу-нефрологу на прием, пожалуйста, нажмите на эту кнопку. Клинически это как проявляется, что кот идет в лоток, часто достаточно, присаживается очень часто, может даже не выходить из лотка. Существует ряд неврологических симптомов, связанных с поражением центральной нервной системы или периферической нервной системы, которые могут застать владельца врасплох. Владельцы боятся просто отвезти животное в клинику, дабы не навредить ему, и в таком случае вызывают врача на дом. Врач оказывает экстренную помощь.